Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Снежные накаты и колеи убрать, дороги и дворы очистить от снега и налить. Прокуратура вынесла представление мэру Барнаула. В огромных коридорах огромные перспективы. В краевой столице открылась новая школа. Если в садике карантин, как поступить родителям здорового ребенка? Небезопасны для жителей. Такое заключение дала прокуратура после завершения январской проверки барнаульских дорог. Инициировали ее по многочисленным просьбам горожан. В итоге выяснилось, что жалобы обоснованы. В ходе проверки обнаружены снежные накаты, колеи, наледи. Претензии у ревизоров были и к очистке дворов от снега. Мэру Барнаула направлено представление об устранении нарушений, а также наказание виновных. Городская прокуратура будет контролировать, как исполняется представление. Вновь работает с сегодняшнего дня. Барнаульский торговый центр «Геомаркет» возобновил свою деятельность. Решение принял суд Октябрьского района. Часть арендаторов может приступить к работе уже завтра, 23 января. Стоит отметить, что прилегающий к торговому центру деловой центр «Гео» продолжал свою работу без каких-либо ограничений. Напомним, в конце прошлого года «Геомаркет» не прошел проверку противопожарной безопасности. В итоге суд постановил закрыть ТЦ до устранения выявленных нарушений. Арендаторы были вынуждены временно переехать в ТЦ «Москва» на Павловском тракте. Все ли вернутся на прежнее место торговли, пока неизвестно. 27 групп в 20 детских садах края закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Шесть дошкольных учреждений не работают полностью. Число больных детей здесь превысило норму. Ну а что делать тем, кого вирус, к счастью, обошел стороной, точнее, как быть родителям здоровых детей, брать на работе отгулы или пристроить ребенка к родственникам? Ответ на этот вопрос искала Елена Кузовкина. Один, два, три, четыре, пять. Всего 26 пар обуви из 28. Подготовительная группа Барнаульского детского сада номер 226 практически в полном составе. Проветривание систематическое проводится по графику. Влажная уборка с применением дестретства. Профилактика и ежедневная работа с родителями – вот то, что может защитить детский сад от карантина. К слову, в Барнауле все дошкольные учреждения пока работают. Резкого роста заболеваемости у РВИ не фиксируют и барнаульские врачи. Сопельки, чихание. Ну, как-то рано проснулся необычно, до будильника. Поэтому решили, что в детский сад нам лучше сегодня не ходить. Возможно, в ближайшее время пациентов с подобными симптомами будет больше. Теплая погода способствует развитию вирусов. Тем более, что на территории края полностью закрыты шесть детских садов. Как в этом случае вести себя родителям здоровых детей? Врачи советуют обращаться за помощью в медицинские учреждения. И тоже идти на больничный до снятия карантина. Должна быть на руках справка от детского сада, от заведующей о том, что действительно в детском саду карантин по остро-респираторной вирусной инфекции. На основании этой справки мы даем листочек нетрудоспособности по карантину. Важный нюанс. Оформлять больничный лист необходимо в тот день, когда в детском саду официально объявлен карантин. С этого момента и будут начислять пособия по нетрудоспособности. В случае заболевания самого застрахованного лица обязанность по оплате первых дней временной нетрудоспособности, первых трех дней, является обязанностью работодателя. Начиная с четвертого дня пособие выплачивается за счет средств фонда. В случае заболевания члена семьи застрахованного гражданина, либо в случае карантина пособие с первого дня назначается, выплачивается за счет средств фонда. А вот родителям школьников на больничный в случае карантина в учебном заведении рассчитывать не приходится. Если ваш ребенок здоров, листок нетрудоспособности могут оформить только если чаду не больше семи лет. Кстати, сейчас в Крае из-за карантина учебный процесс приостановлен полностью только в двух школах. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. В индустриальном районе Барнаула сегодня открыли новую школу. Почти две недели здесь учатся около тысячи ребят. Перешли они из соседних школ и уже успели оценить новое учреждение. К примеру, возможность участия во всероссийских олимпиадах или создание собственной музыкальной группы. Анастасия Дороган продолжит. Все юное население района в одном месте недалеко от дома. Теперь это школа – центр квартала. Ее открыли 10 января, а здание уже полное. 31 класс, 20 из них – начальная школа. Микрорайон новый, молодой микрорайон, поэтому количество именно этого детского населения, оно в больших количествах. В огромных коридорах детям сулят огромные перспективы. Для этого есть все – современное оборудование, проекторы, лаборатории по физике и химии. Это для исследований конкурсов. Даже трудовой набор вызывает восхищение. У нас имеется инструментальное, где дети с таким удивлением заходят и ахают. Вау, сколько много инструментов. Это очень, конечно. Дети в данное время в других и других школах, в которых пришли, они этого не видели. В будущем в этой школе планируют создать целый ансамбль. Здесь уже есть синтезатор, даже барабанная установка, на которой уже играют самые маленькие. Дим, сыграй. Музыкальный класс – еще одна специфика школы. Вообще здесь к любым предметам подходят серьезно. Что из этого взять, дети решат сами. Здание возвели в рекордные сроки, меньше чем за год. Коллектив тоже собрали быстро. Дети уже оценили своего учителя. Здесь он более острый, который нормально может обучать. Не то, что он был предыдущий, такой нежный. На открытии школы сегодня побывали глава города Сергей Дугин и губернатор Виктор Томенко. По словам мэра, за последние пару лет это уже третья новая школа Барнаула. Сегодня 70% детей учатся в одну смену. И мы дополнительно перевели на односменный режим учебы 5 тысяч детей. Начиная с 2019 по 2025, программа действует до 2025 года, мы должны будем построить еще 9 школ и 7 пристроек. Еще одно учреждение в этом году сдадут в Барнауле на улице Взлетной. А в пригородном поселке Власиха появится пристройка к школе, которую ждут много лет. Всего в рамках федеральной программы только в школьной сфере Барнаула создадут 19 объектов. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. И сегодня же в Алтайском крае дан старт реализации нацпроекта «Образование». После открытия школы представители власти и педагоги провели круглый стол, где обсудили главные вопросы национального проекта. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что наш регион участвует в 8 направлениях национальных проектов из 10 возможных. Существенную поддержку планируют оказать в рамках материально-технического обеспечения и строительства новых школ. Вторая часть направлена на подготовку и повышение профессиональной компетенции и готовности наших специалистов, педагогов в первую очередь. Еще целое большое направление развития системы дополнительного образования и возможности выявлять и талантливых ребят, и поддерживать их. Особое внимание уделят цифровой среде школ. Речь идет о высокоскоростном интернете, электронных журналах, системе питания по электронным карточкам. По словам главы региона, на первые три года нацпроекта сумма финансирования составит 3 миллиарда рублей. Половина средств федеральных, другая половина – краевых. Завтра в Барнауле простятся с одним из погибших на декватории Японского моря летчиков. Им оказался Барнаулец Алексей Овсянников. Трагедия случилась в воздухе вблизи Татарского пролива во время столкновения двух самолетов СУС-34. Это были плановые полеты, летчики катапультировались. В ходе поисковой операции удалось спасти штурмана, двое пилотов найдены погибшими. Среди них Алексей Овсянников. Известно, что он окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой после Краснодарской авиационной училища. Он не один раз бывал в зарубежных командировках. У погибшего остались двое детей. Прощание с Алексеем Овсянниковым пройдет завтра в Барнауле в ритуальном зале на Титова 9А. Траурная церемония начнется в 12 часов 15 минут. Алтайский край пока не готов к реализации закона, запрещающего убивать бездомных животных. В этом уверены зоозащитники. В регионе работают всего 4 приюта, и скоро они не смогут вмещать всех кошек и собак, которых оставляют на улице. Кто может и должен помочь решить проблему в сюжете Ирины Корчагиной. Мартюша, Мартин, какой мой хороший мальчик. Мартин, да это у нас Мартин. На него поступила заявка, позвонили люди, что вот очень огромный пес лежит сбитый посеред дороги. Полгода Мартин не мог ходить. Сейчас Акрепа ждет, что у него появится новый хозяин. Таких историй здесь тысяча. У кого-то нет глаза, челюсти или лап. Кого-то пытались отравить, над кем-то издевались и просто выкинули в мусорный бак. Но каждая собака еще верит людям. Пытается понравиться, протянуть лапу, за внимание человека даже дерутся. Вот, ну это вообще, ну это красота неимоверная. Как можно было их выкинуть? Закон, запрещающий усыпление животных, общественники ждали 8 лет, говорит Софья Куликова. Несколько лет подряд приют Ласка выигрывал тендер на отлов бродячих кошек и собак в Барнауле. У нас даже так крайне неблагозвучно или, не знаю, как-то противно, что ли, звучал этот сам контракт. Он назывался контракт на отлов и утилизацию бездомных животных. В Ласке никогда не убивали животных только потому, что их бросили хозяева. Кошек и собак оставляют в приюте, ищут им семьи. Такому же гуманному принципу следуют приюты в Бийске, Рубцовске и Заринске. Все они существуют только на спонсорскую помощь. Муниципальных приютов, как, например, в Новосибирске, в нашем регионе нет. А ведь только в Ласке живет более тысячи животных, которые каждый день просят есть, которым надо строить вольеры, их надо лечить и стерилизовать. А по контракту на отлов оплачивается только суточное содержание животного и его умершление. То есть власти и раньше давали выбор, усыплять или нет. Но при этом условия документа не покрывают траты приюта. Софья Куликова говорит, что для обеспечения нового закона в крае не создана инфраструктура. Известно, что на весь регион ежегодно выделяется 8 миллионов рублей на отлов бездомных животных. Больше половины муниципалитетов эти деньги не осваивают. На те условия, которые прописаны, не находится подрядчик. Ну, то есть и те же главы муниципальных образований говорят, а мне с кем подписывать договор, кто мне их будет содержать, если у меня ни приюта, ничего нет. Ну, то есть либо это надо идти умышленно на нарушение закона, да, и вот, ну, как бы, всех, что называется, убивать, да. Либо как-то кто-то должен создать эту инфраструктуру, кто-то должен сварить эти вольеры, а это тоже очень дорого. Но федеральный закон так или иначе обяжет властей найти выход из ситуации. Ведь отстреливать бездомных собак и кошек уже нельзя. Хотя, несмотря на новые правила, на днях, как сообщили нам в Ласке, в барнаульском поселке Авиаторы и на улице Георгия Исакова массово отравили собак. Видимо, пока не все представители Homo sapiens поняли, что и у животных тоже появилось право на жизнь. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Танцевальный ансамбль «Огоньки» едет в Китай. Новый год по восточному календарю в городе Сиань собираются отметить с грандиозным международным фестивалем. Представлять на нем Россию пригласили алтайский коллектив. По три выступления каждый день и так почти весь февраль. Ансамбль «Огоньки» Алтайской филармонии отправляется на гастроли в Поднебесную. Туда на праздник весны, он же Китайский Новый год, приглашены 17 стран. Но Россию ждут особенно. А скажите, а уже в Китае бывал... Огоньки, да. И как китайцы реагируют, как встречают? Ой, да шикарно. Всегда, во-первых, они очень любят русскую культуру. Русскую культуру танцоры будут представлять в составе славянского блока, наряду с артистами из Болгарии, Словении и Хорватии. Поэтому вместо полноценной программы «Огоньки» покажут только часть репертуара, а на сцену выйдет всего треть состава – 14 танцоров вместо 47. Естественно, это наши лучшие номера везем, яркие, проверенные, которые попадают в цель в 100%. Все расходы на проживание и дорогу берет на себя китайская сторона. Шестимиллионный Сиань, который охраняет знаменитая терракотовая армия, это один из крупнейших центров празднования китайского Нового года. Поэтому с русскими народными танцами в исполнении «Огоньков» познакомятся сотни тысяч зрителей. Андрей Дреер, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На территории края по-прежнему тепло, но пасмурно и снежно. В Белокурихе – Олейске – минус 7, в Рубцовске – до 9 морозов, в Бийске – снег и минус 2. В Барнауле ночью до 9 ниже 0, днем – снег и до минус 5 градусов. Напоминаю, телефон редакции. В Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.